погода у нас пасмурная всю ночь поливает дождики и сейчас уже день дождь не прекращается сильные ветрища вообще просто кошмар что творится на улице я не знаю вот не знаю на улицу тоже не выйдешь хотя бы прогуляться до волги посмотреть что там творится разговор пойдет о жерлицах и стоит ли покупать уже готовые оснащенные жерлицы вот сразу скажу что если вы купили оснащенные жерлицы как я в свое время сейчас идем дальше расскажу все где у меня замок идем дальше расскажу все что как есть здесь у меня пакет колокольчики я очень-очень редко использую здесь у меня опять уже готовые поводки поводки тренички спасные груза здесь уже идут жерлицы буду все рассказывать по порядку риски нанесены с обеих сторон желательно делать черные штуки 3-4 больше делать не рекомендую потому что когда будет крутиться будет не особый вид и пробовал зеленый красный черный цвет лучше всего видно черный красный тоже видно но в темноте попасть сливается хоть и темнота и черные как бы одно и то же но черные лучше видно мне показалось так оснащение здесь у меня поводок идет вот тройник карабин дальше идет поводок сантиметров 20 из флюрика и чуть выше груз груз скользящий обязательно вот у меня несколько жерлиц таких и несколько жерлиц чисто с косичкой как бы идет постоянный эксперимент на что берет лучше от металлических поводков я отказался вот покажу здесь идет вот тройник вот он тройник здесь карабинов нет тройник висит у меня на двойной петле не на одинарной а на двойной были моменты когда щука я срезала здесь именно здесь срезала петлю и тройник у меня оставался на другой петли далее идет скрутка скрутка не двойная как обычно делаем леску пополам скруто сложили скрутили ее а идет скрутка уже четверная то есть четыре жилы здесь опять крепление к основной идет петля в петлю вот здесь один узелок то есть косичку зажимаем и здесь у меня выше идет к основной петля в петлю далее опять у меня идет скользящий груз но грузик подбирается уже в зависимости от того от той глубины на какой вы ловите если глубина маленькая грузик может быть поменьше здесь у меня грузик он шестерка или восьмерка восьмерка вроде бы ну ниже четырех метров я не опускаюсь никогда такими моментами здесь основная идет у меня уже дальше тиагра 04 почему тиагра тиагра леска жесткая прочная вот за счет того что она жесткая она ложится кольцами то есть вытаскиваешь она просто кольцами ложится и не путается вот это самый большой плюс то что она не путается как все идет друг на друга все наложено кстати еще одна фишка обратите внимание вот две катушки две разные катушки здесь ручка пипочка это она просто торчит из одного литье скажем так то есть одно целое с катушкой вот эти они неудобные вот вот так видно будет они неудобные есть вот такие то есть здесь еще насажена трубочка не в общем удобнее в разы удобнее у меня есть такие такие сейчас закон вышел будем наверное применять только такие а те уже будем оставлять на запас и вот почему я сказал что надо поменять ведро потому что флажки они как раз вот и рвут тот материал которым изначально поставляются железь вот валь такие моменты то что идешь там что два допустим прошло идешь смотреть железь и флажок ставь валяется в стороне все это размотано и естественно тройник глубоко в корягах где-то там лески я много не мотаю 10 метров это за глаза если ловите на чистых участках если ловите где-то чисто в корягах думаю метра три-четыре будет 5 достаточно это для того чтобы щука не утащила живца в коряжник вот ну леску нам придется потолще поставить чтобы был запас какой-то и опять же ловить когда в корягах надо постоянно следить у нас есть места такие шайтан гора называем так называемая шайтан гора кто знает там просто если вот бывают моменты жерлицу поставил выстрел пока до жерлица бежишь там метров 15 все там жесткий коряжник просто жесткий коряжник это вот я с камерой как ты лазил там просто вот так вот балансир опускаешь ну повезет если сделаешь один взмах если вторую же вот это вот такие моменты и самая главная фишка это когда вы ловите пайджи всякое были моменты вот когда живца на покупаешь магазине едешь там мелочь всю истратил а уже по мере восполнения ловишь на водоеме там бывали сорожки с ладошку но нет умеет меньше и вот этот загиб вот загиб он идет показать вот видно его загиб надо делать побольше потому что когда он прямой то есть когда пружина прямая живец сам может дергать и то есть будет самопроизвольный выстрел а вы будете бегать и вот делаем его побольше тут ничего страшного можно еще больше загнуть можно загнуть еще больше щука она берет хорошо она его все равно выделить то есть вот здесь вот когда уже сюда заряжаете делать его побольше и самое самое главное вот у меня флажок прошит я все флажки прошил потому что вот у меня все флажки они прошиты это первое надо что сделать прошить флажки вот поэтому я когда первый раз брал жарец готовый я очень сильно пожалел потому что у меня на первой рыбалке все эти флажки повылетали просто из десяти жальц у меня осталось тогда наверное штуки 4-5 штук или размер 6 на 6 наверное идет где-то примерно лучше бы конечно сделать побольше если бы есть возможность но если нет можно удовольствоваться такими принципе вытаскивать легко вот я из кучи выйдем выдерну тройник то есть берем тройник и дальше все выходит сама здесь поводок сантиметров 25 тройник тройники я заказывал крупные первый раз я сказал маленькие бывают сходы следующий раз я уже заказал тройники большие здесь тройник где-то между цевьем и острием 12 миллиметров вот такие большие тройники можно даже еще больше но по моим наблюдениям самые такие нормальные щуку размером не напугаешь даже маленький щуренок 700 800 грамм спокойно атакует сорожку 10-15 сантиметров пытается ее заглотить вот то есть щука она не боится размера вот на желтом фоне покажу вот большой тройник уже разница есть куда так говорил скользящие только скользящая оснастка делается скользящая потому что когда щука бьет то есть она бьет живца все это флажок у нас взлетает леска расслабляется катушка начинает крутиться груз падает на дно и щука начинает движение и в этом случае она не чувствует груза на этом наверное все закончу кому понравилось пишите комментарии ставьте лайки скоро первый лед и будем ловить щуку на шарлице всем пока